У нас сегодня с вами тема портрета, и я как раз стою на фоне портретных работ Максима, который сейчас в данном случае ведет съемку, а вдобавок участвует в моих мастер-классах и дает тоже эти уроки. И я хочу показать их, обратить ваше внимание на них, как пример того, что человек за считанный год, причем занимаясь своей постоянной профессиональной деятельностью, преподает йогу, умудрился за год дойти до такого уровня. То есть практически мы видим хороший академический уровень исполнения портрета в карандаше. Ну, графическими материалами. То, к чему идут 8, иногда 12 лет, обычные студенты, училищ, художественные школы, институты. А тут результат произошел за год. И это красноречиво свидетельствует о том, что живопись и рисунок – это не что-то недоступное. И не только в силу таланта человек может освоить это, но и в силу умения рассуждать, расследовать предметы, вообще мыслить. Потому что вот у Максима была потрясающая фраза. Почему ты мне, почему пока ты мне не показал, я этого не видел? Ну, скажем, свет тень, разницу в тоне. Одно темнее, другое светлее. Почему пока ты мне не показал, я этого не видел? Это же вещи очевидные. То есть живопись чем хороша? Живопись – это вещи очевидные. У художников даже фраза такая есть, что «натура научит». То есть, а как вот здесь? Ну, пиши, ты пиши, передавай то, что ты видишь. И действительно, вот в этом плане можно развиваться вполне, передавая просто то, что ты видишь. Если у человека есть вкус, если у человека есть рассуждение, то используя только эти два, эти две способности, а я думаю, что каждый может себе позволить эти способности, вот, причем не обязательно, чтобы вкус был какой-то особенный. Это главное вообще проявлять вкус. То есть, вот, я считаю, что это красиво. Красный – это красиво. Хотя считается, что красный – это для телев и селок, а не красный – это уже какие-то проявления вкуса. Ничего подобного. Старинная живопись, она вообще красно-коричневая и ничего. Вот, поэтому, если у вас есть какой-то свой вкус, доверие ему, чего очень часто не хватает даже опытным мастерам, они просто не доверяют своему вкусу. Красиво, некрасиво. А сделали я что красивого. Доверие своему вкусу, его проявление на холсте, ну и внимание, которое требует рассуждения, внимание. Внимание. То есть, если до этого мы знали, мы делили, что это палка, какие-то торчалки, то, становяясь художником, мы начинаем сматриваться на ее действительное положение вещей в этом деле. Какие веточки. Веникообразные или веерообразные. То есть, ну, как-то различаем предметы. И следу этого мы смотрели на мир, и толком ничего. Какие облака? Ну, белые, наверное. Конечно, белые, какие же все. Но они же не только белые, и все знают, что на закате они совсем не белые. Вот, что на них рефлексы, вот даже на ночном городе, над городом мы заметили, что облака то желтые, то голубые какие-то. То есть, вот эти светики города дают рефлексы на эти облака. Вот, поэтому, ну, не поэтому, а просто имея вкус, имея глаза элементарно, просто видя цвет, видя форму, и внимая к этим вещам, можно очень быстро проскочить вот эту фундаментальную часть образования. Тем более, что в наше время никто не требует умения, художника умения рисовать. Ну, вы сами это видите на актуальных выставках, на пермиссажах. Пермиссаж, понятно, что это вот те, кто умеет рисовать, лишь современный зритель отправляет туда, на выставки, и какие-то реальные, реальный творческий прогресс, внимание к художникам рождается там, где есть какое-то новаторство. Ну, можно рассуждать, плохо это или хорошо, это есть, и в каком-то, может быть, аспекте, в каких-то проявлениях это не очень хорошо, но в итоге, как-то время все выстраивает на свои места, и оказывается, что новаторство 20 века столько принесло интересного в живопись, так же, как в деканском веке крестьянисты вдруг взорвали представление о живописи в 20 веке. И нам сегодня вообще повезло. То есть мы можем брать любую формулу, любое изобретение, либо к нему пристраиваться, либо, основываясь на нем, быстренько искать свои какие-то, проявлять свои пристрастия в изобразительном творчестве. Ну, кстати, что касается импрессионистов, то вы, наверное, знаете, что эта когорда импрессионистов пополнялась не только за счет профессиональных художников, но и за счет людей с улицы, так сказать, просто увлеченных новаторской идеей импрессионистов. Причем они становились импрессионистами в считанные годы. И оставили прекрасный след в истории. А в 20 веке и вовсе все расцвело новаторством. Я про новаторство говорил в том контексте, что кажется, что для того, чтобы взяться за живопись, нужно научиться рисовать. Не обязательно. То есть главное проявлять вкус, совершать поступок каждый раз, каждая картина, ну, как влюбиться, влюбиться в человека, в женщину, в мужчину, в женщину, наоборот, в мужчину. Вот. Это же тоже поступок, решиться на этот поступок. В живописи, можно сказать, это вообще, конечно, живопись это любовница. И для тех, для кого она не любовница, это скучный, изнурительный труд. Очень много профессионалов именно так и живут. Скучно, изнурительно, монотонно. Выстреливают картину за картиной, пытаются их продавать. А для вас как раз есть возможность, вы жили без живописи, вы выживали без живописи, для вас живопись не станет вот этой кадрой. Для вас как раз живопись может быть любовницей, что очень, конечно, большое удовольствие. Творчество вообще удовольствие. Ну вот, если рассуждать о творчестве, то Божье в нас это способность словесности, это способность любить и способность творить. И когда эти способности у нас проявляются, то мы как бы испытываем полноту жизни. Потому что очень много людей согласятся с тем, что нарисовала картину, и вот весь день праздник на душе, еще и следующий. И не спится, как во время влюбенности. Хотя, казалось бы, что в твоей жизни произошло? Ну, не спачкало холст. Я понимаю, когда ты влюбился в человека, как действительно может что-то произойти. И здесь, собственно, ничего особенного не произошло. Однако, это вот самый факт. Что произошло? Потому что ты понимаешь, что ты не можешь, и вдруг так получилось. Неправда. Это такая же влюбленность. Мы, конечно, понимаем. Но все-таки там надежда на великое будущее. Хотя и здесь тоже. В общем, все-таки. А портрет, он как бы вершина умения художника. То есть, если художник умеет портрет, то это вот высшая степень ремесленного искусства. А если он умеет еще и характер передавать, то это высшая степень проявления художника. Ну, есть еще иконопись, может быть, там еще выше. Но к портрету в вашем случае, вот в случае новичка, нужно, конечно, грамотно подойти. Потому что, вот скажем, импрессионизм очень легкая. Это забава. Совершеннейшая забава в Евросоюзе. То есть, там характер мазка сам решает вопросы. То есть, освоил правильный мазок, там нет точных очертаний. То есть, проблемы рисунка, скажем, пейзажной жирописи а-ля импрессионизм практически нет. А в портрете проблемы рисунка есть. И от них деться некуда. И надо, ну, хотя бы какие-то малые возможности рисовальщика приобрести. Но, опять же, можно двинуться по классическому академическому пути и опустить руки, что это очень долго, а у меня времени на это нет. И поэтому портрет не мой. Но, как правило, вот, Макс свидетельствует об этом, что человек рассудительный, человек интеллектуально насыщенный, конечно, очень быстро может расследовать, если он проявил внимание. Дорослому человеку, если он проявил внимание, в отличие от ребенка, который учится, как бы искать папу. Трудно это внимание проявить, а взрослому человеку, если он увлекся, легко проявить. Поэтому, вот как Максим, увлекшись живописью и рисунком в частности, быстро достиг вот таких результатов. И, кстати, Микеланджело, у тебя очень хорошо получалось. А вчера меня просто запомнило. Да, вот это произошло, это появился, ну, я не знаю, во-первых, меня, честно говоря, разбило, потому что, когда я писала балерину, техника была одна. И, когда я выбрала танцовщицу, я думала, что будет схожесть, ну, как бы, я приблизительно уже знаю, а здесь я попадаю в то, что, а делается совершенно не так, вообще не так. вот такая же ключи. И вот это меня выбрала. То были одни ключи. Да, то есть я поняла, наоборот, это хорошо, то есть я узнала... И вскрылись некоторые проблемы. Да, вот они именно там не вскрылись, а вскрылись здесь. Так, примерно через пять минут начнем? Или уже? А, уже началось. Так интересно говорили об этом. Вот, что касается портрета, есть одна вам подсказка, можете даже для себя ее пометить, потому что эту подсказку я взял из иконописи. В средской живописи вряд ли я нигде не встречал такой мысли, чтобы буквально выучить несколько ракурсов, несколько форм освещенности портрета. Я вам сейчас покажу два варианта, это самые распространенные. два самых распространенных вида освещенности лица в портрете. Этот мотив а-ля Джаконда, то есть Джаконда освещена так же, а этот мы тоже не раз встречали в музеях и прочее. То есть опытные художники могут себе позволить любой ракурс, любое освещение. Но если вы хотите сразу с портретом на ты, выучите эту освещенность. Чтобы ее выучить, стоит поступить так, сделать, допустим, копию. Серьезно, вникнуть в степень, ну вот, все эти вещи сейчас мы с вами прочтем вместе, во что стоит вникнуть, потом сделать по памяти это. Потом, может быть, еще раз, уже другое лицо, еще раз, делать по памяти, допустим, другое, но тоже та же формула освещенности. Здесь какая форма освещенности? Свет падает на лицо и оставляет вот эту линию носа. А здесь линию носа не оставляет. То есть тень как бы дает идею шара головы, то есть как будто шарик писан. То есть нет линии носа, есть освещенная площадка здесь и теневая вот с этой стороны. А здесь теневая, вы видите, с другой стороны и только линии. Классический портрет, вот если листать или пройтись по музею, классический портрет это наполовину вот эти два рамуса. Ровно наполовину. Причем часто аж до противного. Ну что ж так уже безискусно? Ну что ж мы так не экспериментируем? Они нашли эти два рамуса. Еще, по-моему, с римского портрета нашли, еще римского я имею в виду до Рождества Христова. Вот. И эксплуатируется эта освещенность с тех пор многократно. В наше время, конечно, вариантов живописи очень много. запрос заветительский уже не такой жесткий, как в прошлые времена, поэтому освещенности разные, а тут еще фотография нам помогает в этом вопросе. Фотографы тоже используют эти два опытные с художественным образованием фотографы, тоже используют эту формулу освещенности. Причем, если мы пытаемся осветить, вот мы хотим, допустим, написать портрет некого человека, и мы просим фотографа сделать нам вот это освещение. Практически редкий художник, фотограф нам сделает вот это освещение. Мы еще должны знать формулу. То есть, оно будет приблизительно так, это даже есть право фотографии, приблизительно так, но вот эти старые мастера это унифицировали до вот такой или вот такой формулы. Это аля Джаконда. То есть, это классика освещенности. От того, как мы осветили портрет, очень много зависит. И выявление формул, и подача, вкусная подача чертлица. Вот, поэтому буквально сделать портрет. я взял первые попавшицы, чтобы понимать дом, можно было взять Джаконду, более красновещивый пример, но типа Джаконду мы и так все знаем. Поэтому сделали копию, понятно, что делая копию, надо знать, что там расследовали. Вот мы сейчас будем. Сделали копию, потом сделали по памяти. этот прием используется в академиях как очень важно. Причем не всегда ставят акцент на что. Вот если в светской живописи, конечно, полно всяких ракурсов, то, скажем, в натуралистичной, в натуралистичной а-ля академическая живопись иконописи, я не имею в виду аскетическую живопись а-ля Андрея Рублев ионисий а имею в виду именно натуралистичную живопись в иконописи, там вообще буквально два ракурса и два дляосвещенности. Есть фаз, ну в данном случае фаз не писта. Фаз для вас будет сложновато. Не торопитесь работать с фазом, потому что будут проблемы. Поэтому если вы беретесь за портретом любимого человека, знакомого, заказал вам кто-то, берете эти формулы, они в каждом альбоме по живописи полно в интернете полно, то есть вся классическая живопись этих два ракурсов. И старайтесь сделать подбор, вам скажем, дали фотографии. Или вы можете сделать фотографии этого человека, которого планируете написать. Вы берете и делаете вот это освещение. И может быть прежде чем написать, стоит сделать вот этот шаг расследований лет. потому что черты лица худо-бедно можно вытянуть. Есть еще более простой способ. Берете фотографию человека, которую вы хотите написать, кидаете на холст в печати. То есть есть у них холсты, есть печать и просто наполняете краской. То есть есть и такой вариант. Но не так все неумно. Грамотно наполнить краской вот эту печать. То есть черты лица у вас все есть. Вам остается не портить эти черты, не сбивать их. Но для того, чтобы и эту задачу выполнить, вам тоже нужно пройти вот это расследование. Хотя это тоже путь. В Москве редкий художник пишет сейчас с натуры или ну люди уже экономят время и зарабатывают деньги. Поэтому редко с натуры, в основном с фотом материалом и чаще если портрет заказной, а часто портрет заказной обладает таким сложным. Ну люди со скромным вкусом заказывают художника портрет. Главное что, было похоже. Хотите похоже, фотографируем на холст и раскрасим. Но раскрасить тоже надо уметь. Хотя это, конечно, очень удобно. Но надо уметь. Ну сейчас получится. Получится. Вот. Есть еще понятие романтического портрета. То есть я сейчас покажу несколько вариантов. здесь вы, конечно, можете себя проявить в полной мире. То есть если в академическом портрете вы, конечно, будете мучиться, то, скажем, вот в такого рода портретиках может ли не мучиться? Многие из вас шариковой ручкой в тетрадке вот такое могут нарисовать. Немножко раскраски. Перед нами картина. Причем очень интересная. немного линейного рисунка. Можно масло прекрасно кинуть на пол до того, как вы нарисовали карандашиками или после того. Очень удобная для вас журнучка. Очень модная, эффектная, крупным мазком, мозаично. Многие из учеников которые берутся за такие задачи справляются. Ну там чуть-чуть кривит носик, там чуть-чуть кривит глазик, но звучит. Оно звучит. А потоки не звучат. А это звучит. Это густой мозог, это мастихин и мозаичная укладка. И оно звучит. Даже не умеет. Просто звучит. Даже вот эта истребленность кривит. Ну модельяне же сознательно кривит. Нам же нравится. Если мы умеем, вернее если мы так не умеем как модельяне, это замечательно. Это графиня, которая у нее портрет заказала. Ей же не понравилось. Беда. Зато весь мир любует. А графиня что? Ей же нужно кинуть на холст ее фото. Фото, да. И раскрасить. Вот. Вот такие есть портретные идеи, когда большое лицо, это может быть холст вот такого размера, и там будет большое лицо. И буквально вот такими ляпками цветовыми расследовать лицо, любоваться лицом, тоже как одна из форм живописи наше наше время и она вам тоже доступна. Она, конечно, опять же, это, если вы обратите внимание, вот эта формула посвященности. Свет, тень очень классный, очень близкий. А есть всякие заморочки, да? То есть писал, 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 смотришь, не дополучается. Завалил буквально густыми мазочками то, что не получалось, глядишь, будет даже красиво. А еще можно пустить потеки, потеки какие-нибудь, прям можно даже из пульверизатора этого, ну, пшикалки на пшикале воды на холст, прям вот сюда вот. На пшикале, на пшикале, она потекла, осталось было канонки. Бедненькие канонки холст стало появляться в тех местах. Было очень красиво. То есть то, что не получилось, допустим, внятно не получилось, можно забросать всякими экспериментами и оно может прозвучать. То есть совсем не значит, что если у вас не получается вот это, то надо уже отчаяться. Вот это делали, делали, не получается. Забросали всякими экспериментами. Задождем. Вот. опять такая идея. Это звучит. Вы можете взять фотографию любого своего знакомого, свою фотографию, взять автопортрет, ну или портрет знакомых, любимых. Густой мазок мастихином а-ля мазоничный. То есть вот такие вот веселости. Посмотрите, тут портретов совсем чуть-чуть. Цветовые пятна, цветовые пятна и чуть-чуть портрета. Буквально очочки глазных яблок, глазных байдей, тенечка под носиком, тенечка под губочкой, и хоть какая красота. И остальное пятна, пятна, пятна. Ну да, где-то там может угадаться что-то. То есть это для вас, это ваша живопись. То есть это то, что вы можете себе позволить, хотя это дел мощный профессионал, но это то, что вы можете себе позволить. А вот это можете, конечно, но это уже академические варианты, когда вы прочтете вот то, там тоже видите, вот эта вот линия носика есть, так же, как на второй фотографии. Просто здесь более темны, теневые, здесь менее темны, но схема ровно та же. Это совсем классика, это уже современные прочтение этой формулы. Ну, просто фон повлиял, там же очень контрастный фон, классика, темный фон, Ну, почему это? Ну, вот это, конечно, у меня много раз писали, и часто с таким успехом, а такое удовлетворение получает это. Еще и свои черты можно, там, в одной уже-таки полнее, в другой менее полный. И прекрасные портреты складываются, то есть даже идею черт, ну, автопортреты задают, там у нее волосы светленькие, задали светленькие волосы, а другая брюнетка совсем, задали, то есть вот это вот у нас писаная. Ну, вот опять же та же форма, только чуть-чуть больше разворот головы, но еще раз покажу. Ну, в другую сторону, но форму мы та же. То есть, когда вы выучили вот это, когда перед вами другая чуть-чуть освященность, скажем, это он писал с натурой, он там сильно не выставлял освящение, что видел, то я писал, но осветил, так сказать, классический. Для вас вот такого рода живопись, где лица немного, ну, опять же, в ходе того, что шариковые авторучки можно подобное... Я говорю, руки сложнее писать, чем лицо. Руки — это второй портрет. Прячьте руки, куда с ним. Это мои руки под стол. Будет шляпа. Руки можно очень вкусненько давать пальчиком, прямо кремом краски, делать очень пластичные, красивые пальчики, буквально пальцем руки на холстке. Сейчас мы пощупаем это дело. Вот человек, допустим, писал, 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 портрет писал, смотрит, взял, заляпал красивыми цветами и уже то. Правда? И бесит их рук. Ну, я вам, у тебя, у меня есть, у меня есть, а вот посмотрите, какая прелесть. Световое пятно, оно своей активностью сразу нас, привлекает наше внимание. Плюс немножко агрессивного в районе лица, ну, как бы такого напряжения, чтобы мы обратили внимание на что-нибудь, хоть, кроме Петна. Ну, такой просто розовенький, просто агрессивный, вот эти опятные и красота. То есть, это наше, это для нас с вами, то есть, для новичков. Вот такие романтические идеи тоже для нас с вами. То есть, все приблизительно, романтично, мутненько. Это то, с чем мы можем справиться. То есть, достаточно просто несколько раз сделать портрет, и мы начинаем видеть, как длина носа относится к глазам, вообще к лицу, как губки расположены. То есть, конечно, одежда же сразу с чувством пропорции, которые моментально берут черты лица, у них соразмерности все работают, хотя они никогда толком не рисовали. Ну, в хорошем числе. Но, с чувством пропорции очень быстро может прийти, если человек внимательно взялся за дело. Вот такие вот упрощенные схемы, это наша схема. Это тоже можно писать прямо сегодня. Прямо сегодня каждый может вот такое одноконятное. И это достаточно известный художник, очень много красивых работ. Потому что здесь вообще все на поступки, на жести. Но плечи к этому решению очень простые. Это очень просто пишется. И вот на уроках мы часто это делаем, вот какие-то такие мотивы, и люди справляются и радуются. Ну, так примерно показал. Есть тема романтического портрета, где нет конкретных черт лица, которые для вас вполне доступны. То есть поменьше делают портрет. Причем это же не значит, что, а кому нужен просто портрет. Я сейчас сначала расскажу, вот поскольку я тут говорил о том, что можно фотографии бросить на холл печати в этом студиях, в фотостудиях, то у меня был и не один уже такой случай. В данном случае у меня был ученик генерал. Как-то ему заказали друзья-генералы портреты. Но он вышел на пенсию, вставку, и вовсю стал писать. У него, кстати, прекрасно продаются картины. Он с выставками лезет по за границем. Как-то ему заказали портрет, причем не один. И он в панике, а он в другом городе, он в хать, как бы. И он в панике такой, говорит, что мне делать, у меня же нужна твоя помощь. Я говорю, приезжай. Но я сейчас не могу, у меня одно писательное, срочно написать. Я говорю, тогда я в дистанционном режиме стал управлять процессом. Говорю, значит, закажи подрамник такого-то размера, ну, не скинул фотографии, с которых нужно было написать портреты. Я говорю, брось на холст вот этот фотопечатель в салоне. Брось это изображение, он сходил, сделал. Теперь, говорю, покрой лаком. Есть акриловые лаки, в том числе лаки, такие вкусненькие для яхт, какие-то яхтовые. Можно просто акриловым. Покрой акриловым лаком то, что тебе бросили на холст. Почему? Для того, чтобы у них тот холст, на который они бросают изображение, он сильно тянет в себя вещество, краски, то есть пигмент. В итоге масло даже втягивает, не столько даже пигмент, масло втягивает, это становится сухое, ты как пудрой начинаешь писать. То есть, ты сильно сталкиваешься с этим, то знаете, он прокрыл этим лаком два раза и, я говорю, это... Грунтовать не нужно, получается, тогда полакует этот. Да, то есть, лак дал грунтованный слой, да, но прозрачный совершенно, поэтому высоко, все будет, высоко тут же за 20 минут, и он, наполняя красочкой, а мы с ним уже работали, поэтому какой-то опыт в наполнении краской, получились идеальные портреты. он мне потом их показывал, ну, просто идеальные портреты. То есть, его достаточно наивное отношение к живописи сделало эти портреты безупречными, безупречными, в смысле, эмоционально интересными, живыми такими, вот, хотя это был совершенно неопытный портретист, мы портреты с ним толком не рисовали, то есть, ну, так, что-то где-то портретное, чуть-чуть, там, подвигало лицо, а тут он высказался, как портретист, внятный и убедительный. Это раз. Вот, тут замечательно спросили по поводу анатомии, нужно ли знать анатомию лица, чтобы, ну, есть, как бы, анатомия глубокомысленная для каких-то, для того, чтобы писать портреты а-ля Кровской, а-ля Лепин, а-ля Серов, вот, есть поверхностная анатомия, которая, во-первых, видна, во-вторых, ну, конечно, приблизительное знание анатомии, желательно, знать, что нос это не только какой-то хрящик, но и кость, и что она расположена, вот, знаете, где эта кость, видели на черепе, то есть, немножко вспоминать череп нужно, о том, что глазная впадина, это впадина, это не, не, не что-то другое, что это целая впадина, и она вся немножко втянет, она вся немножечко как очки, вот, это, это тоже желательно помнить, знать, знать, что есть надбровная дуга, вот, ну, может быть, немножко желательно знать про скулу, про вот эти две мышцы, которые на лице, чуть-чуть, наверное, стоит знать, но опять же, очень поверхностно, размер черепа, иногда черепа не докладываю, трясуя, череп, допуглился лицом, что, а череп и забыл, и череп остался, как бы, знаете, без, без затылка, иногда, или наоборот, слишком вздул, то есть, ну, примерно, примерно, такое-то ощущение черепа должно быть, вот, ну, можно набрать для себя череп, и держать его при себе картинку с черепом, но чтоб хоть немножко, это ясно, и может быть, с мышцами, ну, так, приблизительно, есть люди, которые очень хорошо чувствуют анатомию, просто, просто чувствуют анатомию, да, вот здесь у него, вот эта вот мышь, как, вот так, то есть, для вас это не, не принципиально должно быть, а еще один момент очень важный, вот многие приходят в студии, и когда вот занимаются по академической формуле, сталкиваются с тем, что им ставят, естественно, задачу работать кистью, то есть, то, как и прилично, то есть, кисть, это, конечно, есть такой момент, живопись, это рисунок цвета, вот, это как бы знание о живописи, для художников, для ремесленного просвещения, это рисунок цвета, и аналог карандаша в рисунке, это кисть, и за эти 12 лет, наши главные конкуренты, поднатолерии, именно кисти, ну, профессиональные художники, вот, возьмите мастихин, поднатолерии мастихин, да, а мы обхитрили, они настолько привыкли к кисти, что часто с трудом пользуются, трудом пользуются приятки, а есть замечательные, такие, такие инструменты, какие-то другие инструменты, а есть такие замечательные инструменты, как приятка, мастихин, и даже палец, причем, часто обыгрывают кисть, ну, мастихин вообще может обыграть кисть, конечно, в два счета, это, бывает, это просто как в поддавке, мастихин может, кисть не может, даже у профессионалов, и мы видим, что, вот сейчас, профессиональная живопись, те художники, кто выходит в пользу мастихина, в пользу эмоциональной живописи, экстрессивной живописи, они, они обыгрывают своих конкурентов, которые работают кистью, у тех, она скучновато, у этих, яркая, убедительная, выразительная, особенно на фоне того, что фотоаппарат заменяет умение рисовать в полной мере, то есть, хочешь точное изображение, пожалуйста, хочешь эмоциональное изображение, эмоциональное прочтение, художнику за эмоциональное, а мы от этих штудий, вот этих штудиров, мы художники, часто становимся унылыми, унылыми, чего я вам не желаю, у вас как раз есть возможность этот угол срезать, и вообще на этом поле не пастись вообще, вот, и мы сейчас с вами, значит, когда речь идет, допустим, о выучивании, о прочтении, значит, копирование мастеров самый быстрый путь к ремесленному успеху, то есть, чтобы ремесленный навык приобрести, лучше всего копировали, сделали копию, потом сделали аналогию, ну, скажем, взяли фотографию вот с таким же освещением, сделали аналогию с фотографией, а потом еще по памяти попытались сделать эту же, вот, а по памяти это вообще не смотрели, да, да, не смотрели, выучить, как стишок, не, ну, подглядывать, там, может быть, допустим, пописала, пила, три часика, пошла, попила, поняла, прогулялась, потом подглядела, все нормальные люди видели вот такое отношение к ремесленному, вот такое отношение к ремесленному. Правда? Очень знакомо. Во всех книгах, круг, круги этого добра. Но это для того, чтобы научить медведя рисовать, ему нужно, ну, хоть немножко, чтобы он вник, иногда ребенок, это тоже медведь, потому что ребенок еще в такой прострации живет, его внимание так трудно сосредоточить, поэтому, пусть у него немножко отложится часть этого знания, вот с таким, что нос это вот такие плоскости, вот, и так далее, и так далее, там, какие-то разбития на, на какие-то плоскости, вот, ну, взрослому человеку делать здесь нечего, а особенно человеку, который планирует работать в портрете. Потому что, если планируешь работать в портрете и начинаешь с этого, лучше не браться за портреты. Значит, смотрите, у нас всегда есть проблема фонового пятна, иногда даже очень серьезная проблема. фоновое пятно должно быть живеньким, а не просто выкрашенным. Вот, если мы, если мы делаем, допустим, копию, мы видим темно, но когда-то оно не было таким темным, где-то было чуть светлее, а может быть, и было так же темно, а в другом случае не было так темно, где-то в фоновом пятне могли вот эти вот золотистости быть и прочее. Но в любом случае фоновое пятно нужно тоже уметь набрать вкусно, интересно набрать. И для этого тоже есть интересные приемы, особенно в наше время. Если раньше только кистью, только деликатно, только штриховательно, как-то так, культурненько все это было, очень культурненько. Но к этой культуре так просто не придешь, почему-то ли. Вот, я хочу вам предложить более простой и веселый способ набрать фоновое пятно. То есть, метнуть жидкости, наши вот этих разбавителей. Метнуть если не находит. Может быть, сразу чуть-чуть метнуть белил. Белила также дают некое вещество краски, сразу задают вещество краски, в которое можно в эту сляхать, уже можно что-то вгонять. Так оно очень сухо все. Белила у нас практически всегда нужны масляные жиры. Поэтому можно кинуть жидкости, кинуть белил. создать ну, хоть немножко вот этой слякости краски, которую потом быстрее и веселее угонять вгонять цвет. вы видите, мокрая слякошная среда. Я это слово слякость еще раз употребляю, потому что несколько раз не поеду, чтобы было понятно, что это по фактуре. По фактуре это пока слякость. Есть две основных цвета у нас. Я сейчас по цветам не буду рассказывать, потому что есть другие семинары. У нас есть три основных цвета, фундаментальных цвета. Розовые, желтые, голубые. Это самый главный набор в живописи. Из этих цветов практически все и состоит. Рекомендую прибавить на палитру к этому розовый, желтый, голубой, прибавить еще коричневый, потому что без коричневого бывает трудновато. Мы сейчас просто избавимся от белого холста создавая фоновое петло. Вот такую даже разноцвечицу можно набросать на холст. Просто разноцвечицу. разноцвечицу превратить в мастихицу. мульт 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 покрасить. Красная достаточно взлякофная на полпе. Получается такой эффект акварельной заемочки. Я думаю, вы, если когда-нибудь рассматривали акварель, вы бы встречали вот такую идею пятен. То есть он не выглядит выкрашенным. Он богат по цвету. То есть это не крашеное что-то, это некое пространство, вмятое пространство, в котором можно уже что-то было бы угадывать. Вместо вот этих вот линий, которые мы сделали изначально, вот этих вот линий. Мы сейчас пользуемся мастихином для того, чтобы нанести рисунок. Вы видите, как легко стирается любая шкряблка. И это очень удобно. То есть вот карандаш, вот стерка. Это очень удобно. Мало того, вы уже среду обитания этой голове задали. Вот эти холода теперь будут, хочешь не хочешь, участвовать в лице. Потому что если мы возьмем и раскрасим отдельно фон и отдельно лицо, холодные рефлексы, которыми наполнено лицо, не смогут так легко и естественно попасть на изображаемое лицо. А так мы вынудили это лицо иметь вот эти холодные, оранжевенькое лицо иметь вот эти холодные рефлексы. И у нас светлая листья. У нас линия подбородочка. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы обозначить линию подбородка. Не обязательно делать вот этот овал, а потом упряжение. Вы видите, я не сам у нас прием работаю, а как бы лезвием. Наши будущие волосики можно слегка наметить. Чтобы еще прежде, чем я буду набрасывать нужную краску, уже что-то для себя видеть. Как голова в пространство села, как вообще легкие намежки нарисуем. Даже этих намеков прекрасно, достаточно, чтобы что-то уже видеть. И вы видите, что намек на голову с прической уже есть. Можно подбросить, допустим, коричневый с красным. Лучше коричневый с красным, чем с чистым коричневым. То есть идем больше через красноту, высветляем желтотой. И поддаем намечек на шапку волоса. Казалось, мы сейчас делаем копию академической задачи, академической картинки. Но пользуемся при этом инструментом неакадемического тока. Тоже я не делаю слишком черно. То есть достаточно прозрачная тональность вот этого коричневого. Тоже, если хочется более гладкой живописи, можно снять. То есть немножко кинули, немножко сняли краску. Или наоборот, даже где-то чуть-чуть усилить. Вот шпатлевать, может быть, даже красочкой. Создать вот эти вот выкрутасы. Я покажу еще раз, что нарисуем. Вот эти выкрутасы немножко посоздавать. Потом можно подойти, например, таким способом. При убрать лишнее вещество краски с шеи и с головы. Представьте себе, что у вас был там предварительный рисунок. Вы уже на это пойти не сможете. Вы вынуждены будете раскрашивать всю дорогу то, что вы нарисовали. Но как жалко. Вы же строили, строили эти черпелица. Но опять же исходим из того, что есть вещи очевидны и совсем необязательно чувствовать себя медведем перед холстом. Медведем, который тоже может научиться рисовать. Не чувствует себя медведем. Можно взять, например, тряпку. Фрагмент. Небольшую часть этой тряпки взять. Сделать некоторую такую тампониску, ну фирушку возьмем слово. Взять белый цвет. Взять белый цвет. Розовый цвет. Желтый цвет. И тональность лица чуть-чуть бросить тряпкой. Это именно розовый цвет? Нет, это розовый, желтый и белый цвет. Сейчас, пока я его там укладываю, он подмешивает в себя вот эту зеленцу. Мглизкую. Коричкими где-то сбоку припеку, которые подкладывают. Что меня очень устраивает. У меня появляется холода. холодные оттеночки в этом будущем оранжеватом личике. Обратите внимание, как легко производится набор краски тряпкой. Мало того, тряпка не забрасывает на окол слишком много краски. Что очень важно, поскольку нам предстоит уточнять рисунок. И если краски будет много, будет очень трудно уточнять этот рисунок. Тогда краски разумное число. Это можно осязать. Вот подойти и потом. Что такое разумное количество краски на холсте. И имейте ввиду. Теперь мы видим теневые на этом лице. То есть некое световое озерце. Озерце света мы дали. Теперь мы видим теневые. Берем для этого не коричневый, как чернявый цвет. А берем коричневый с краснотой. И желательно даже немножечко с желтотой. То есть некоторый янтарненький цвет берем для теневых. И до самого последнего момента стараемся эту янтарность теневых темностей. Каркаса темного на лице удерживать. Не уходить в чернявость. Будет очень невкусно, если оно будет чернить. Это как фунгина получается, да? Цвет? Ну да, да, да. Ну, чуть разнообразнее. Чуть сонгиновано. Допустим, глазная впадина. Одна. Глазная впадина. Другая. Тенечка под носиком. Губочки, как некое темненькое пятнышко для начала можно поставить. Общел. Мера краски сохраняется такой, что с ней еще можно работать. Можно добавлять краску, а можно убавлять, промакивая. То есть, для моделирования сейчас все очень приспособлено, все очень удобно. Вот я беру вот здесь немножко краску. Подбегаю, допустим, в глазную. Вот эту темноту глазной пальмами. Беру вот здесь цвет логика и прогоняю волосики туда. Палец очень удобно это делает. Кисть сразу, в вашем случае, кисть сразу даст лишнюю краску. И вы будете с ней бороться на жизнь и на смерть. Чаще на смерть. Портреты. Нагнетают, допустим, вот этот цвет лица, который я чуть-чуть замешал. Ну, это приблизительный. То есть, в живописи масла мы идем от темного к светлому. То есть, мы дали сначала некую приблизительную светлость. Не в полную силу света, а даем как бы даже такой полутон. То есть, слегка темнявенький свет. Ну вот, прогнали фоновое пятно, фоновую зелень. И нарезаем туда тональность лица. По возможности, как можно дольше, пока еще позволяет ресурс пальцев, работаем пальцем. Вы видите, я начал не с рыбки глаза, да? Угу. Обычно что делаем? Рыбку глаза? Да. Я начал с креветок зрачков. Они уже оттуда смотрят? Да. Немножко смотрят. То есть, гоняя их туда или туда, я могу еще более выразительными сделать идею взгляда. То есть, оно и в этом положении, и в таком состоянии видно направление взгляда. Причем, зрачки, если вы рисуете глаза голубые, это не значит, что вы сейчас голубое взяли туда. Ни в коем случае. Пока держимся вот этих янтарностей, легенький намечечек на бровочку. Может быть, легенький намечечек. Пока мы держимся мутности, пока мы не дали жесткого рисунка, мы еще в порядке. Как только жесткий рисунок появится, особенно если он будет не точен, начнется ломка. Как у наркомана? Будем гонять этот рисунок, поправлять. И вы видите, они застревают где-то на каком-то одном виточке. То есть, я работаю сразу с целым лежалом. Никакого начинания с глаза, или там с ротика, или с носика, сразу работаем со всем лицом. То есть, овал лица, волосы кинули, и начинаем чуть-чуть уточнять. Часто в классической живописи тень под нижней губой нарочито темна. Хотя в природе так выразительно это может не быть. Но это академический трюк. В данном случае он не сильно выражен, но мог бы быть выражен сильно. По закону выражен сильно. Объемом. Это работа радио, теневая. Губы как бы нависают над этой ямочкой. Вот эту ямочку мы обозначаем, хотя она не всегда так сильно выражена. Но лучше пусть будет пока выражен. Пока я делаю нутный рисунок, мне очень трудно всерьез ошибиться. Но рано или поздно приходит время рисовать уже более точно. Пока тоже коричневый, красный, желтый. Янтарненькость темного каркаса. Допустим, ноздрика. Крылышко-нос. Вот это линии коноса. Вы видите, эту линию я пока очень активно не делал. Но придется все-таки немного ее обозначить. И вот я допустим ее обозначил. Я ее сразу же постараюсь смягчить, чтобы она своей жесткостью не напрягала весь рисунок. Сразу чуть-чуть смягчает. И здесь чуть-чуть смягчает. И здесь. То есть пока мы держимся вот этих мягкостей, все может быть благополучно. Как только у нас где-то очень жесткий рисунок появится, начнутся проблемы. Очень жесткий рисунок мог бы выглядеть так. Часто мы не знаем, что такое нос. Ну скажем, вот у нас светлость носа. Часто ноздря у нас уперлась прямо в свет. Чего быть не может. Нос это вот такая площадка. Не вот такая, а вот такая, скошенная. И вот эта скошенная часть до крыла носа, она, как правило, не так освещена. Вот свет оттуда. Вот эта площадка освещена. А вот это скользящий свет. А здесь и вовсе теневая. Вот здесь. И здесь темность дырочки. Почему многие делают эту ошибку? Здесь находится вот эта площадка. Вот этот скос. Поэтому пока здесь нет вот этой площадочки. Тенистой. не может появиться. Ноздря. Она в рамках вот этой теневой. Тогда все в порядке. Губки. Это два червячка. Один чуть темнее, другой чуть светлее. Часто хочется сразу дать силуэт губ. Губы очень коварная штука. Поэтому дайте сначала силуэт. Не силуэт, а червячок одной губы. Вопрос только в размерах. Чуть больше, чуть меньше. Силуэт одной губочки. Чуть светлее силуэт другой губочки. И пальчикам можно все это тоже держать в неком тихом состоянии. А вот щель между губами, и на классических портретах вы всегда видите, щель между губами выражена темнотой. Не вот эта линия и вот эта выражена темнотой. А вот эта. Часто уголочек очень активен в своей темности. Чуть-чуть может быть. У одних длинное вот это место. У других побольше. Чуть-чуть может быть обозначен. Ну скажем, вырисовывая какой-то конкретный, портретный. Глазки у нас тоже берем. Красно-коричневое состояние цвета. Янтарное состояние. Облокачиваемся где-нибудь вот в таких местах, которые не опасны. Который мы потом легко восстановим. То есть щека у нас это как плацдар для работы. Верхняя века часто состоит из двух линий. Чуть-чуть пока в рабочем порядке из двух линий. Причем не жестких. Вы видите, надо мутноватых. И опять же, если возможно, легкое сбитие рисунка, чтобы сохранить мягкость. В этой мягкости еще можно что-то угадывать. Если вы что-то жесткое поставили, то образ приобретает слишком внятные черты. Чего до времени лучше не делать. Вот так тянем портрет от мягкого состояния. От приблизительного состояния. То же самое совершим с этим глазом. И тоже постараемся очищать смысл. Это классическая идея теневой подносом. При этом радость и при этом освещен. Очень. Художники здорово придумали. Вот. И причем, видите, она не черная. Она как бы не до темная. Вот это место темнее, вот это место темнее. И ноздря, и линия носа вот сюда. Несколько темнее, чем она. Видя все время, участвуют, успокаивают жесткость рисунка. Жесткость линии. Очень распространенная ошибка, когда белки делают цвета голубого. Вот прямо. Они же разбил голубого. Так смотришь на глаз? Ну да, разбил голубого. Все. Размешал голубой. И сделал пометочку. Получается дурной глаз какой-то. Дикий. А если мы берем вот эту грязь. Можно даже отсюда взять грязцу. Смешать ее вот с тем, что мы использовали здесь. То есть белок, он тоже часть, некая часть вот этого светового облака. И прежде чем мы положим туда что-то более внятное, положим что-то тихое, которое тоже уже и взгляд направит, уже видно куда смотрит этот взгляд. И при этом не нарушит некоторый покой, которого мы держимся. Очень часто вырисовывая бровь, человек так увлекается рисунком брови, что бровь превращается чуть ли не в ломанный гвоздь. Гнутый такой, гнутый гвоздь. Сделайте вначале, дайте человеку, сделайте приятное человеку, дайте ему такое крылообразное, крылообразную бровь. Это красиво. Потом уже в рамках этого чуть-чуть ее искривите. Не рисуйте гвоздь. Потом уже чуть увидели, что там некоторый изломчик черчилы показали. Очень любят люди, неопытные портретисты, даже среди, скажем, пейзажисту заказали портрет. Он взялся, потому что это заказ, это деньги. Он видит, как и все мы видим, какую-то сладочку. И он ее, конечно же, темно дает. Есть и другой путь. Если мы хотим сделать красивый, приятный портрет, а портрет должен быть комплиментарен по принципу, вот что честнее сказать человеку, как бы всю правду сказать? Ну вот высказать все, что ты о нем плохое думаешь, да? Высказать правду о человеке. Ну что он, злой, завистливый, и прочее, и прочее. Вроде бы, вроде как правда, потому что, в принципе, все мы, можно так сказать. А если сказать, что какой вы симпатичный человек, да? Вот это как раз на самом деле правда о человеке. И портрет должен быть комплиментарен. Если он чернит человека, то, конечно... Ну, иногда мы черним портретом образ для того, чтобы показать эмоцию какую-то, страсть, дикость. Но если мы рисуем портрет некого знакомого, то, конечно, лучше, чтобы он был комплиментарен. Потому что правда о человеке как раз в его хороших свойствах, а не в друных. Можно, когда мы вот какие-то уже... А, ну про белки я закончу. Хотя мы точку в белках еще не можем поставить, но я чуть-чуть продолжу вот в этом ключе. Потом, чуть-чуть усветляя не периферию, не все вот это, не весь этот треугольник, а сюда, ближе к выпуклому месту. Это же более выпуклое место, оно более выдается вот из этой ямки, глазной пазины. Вот сюда добавляя светик, может быть, тоже ближе к зрачку, который тоже в это место более выпуклое, чуть-чуть добавляя светик. И в данном случае блеточечек делает глазик немножко мокреньким, живеньким от этого. Вот как бы потихонечку вот так высветляем белок, чтобы он не сразу крикнул. Ну это же дикость, правда? Ну как раз так мы и делаем. То есть от этого бережемся, бережемся, удерживаем тишину, вот эту тишину тональности. Тихонько-тихонько выходим из этого состояния, то есть наращивая свет. Ну вот опять можно вернуться. Вы видите, без кисти совсем невозможно. Кисть много что пригодилась. Хотя до поры... Значит, тело имеет кровь, и оно как бы краснет. Но световые партии, то есть озеро света, ну вот освещенность, она, как правило, желтит. Потому что свет желтит. И вот эти светлые места, вообще свет, который падает на тельце, мы начинаем набирать. Через то же самое в пользу желтого и белил. То есть мы продолжаем этот же замес. Только теперь чуть больше желтого и чуть больше белил. И везде, где у нас намного светлее, добавляем. Опять же, палец очень хорошо распределяет красочку на холсте. Нерву задает. Можно и промотнуть лишнюю краску. То есть если перевозил, прямо присобрать. Ну, женщины со своим лицом умеют работать. Им вообще здесь все должно быть понятно и удобно. То есть это мы делаем для того, чтобы свою неопытность, ну и вообще это, на самом деле, вот этот ход мысли академичен. То есть когда мы постепенно вытягиваем из полумрака свет и черты. Есть еще один важный момент. Желательно, чтобы укладка краски, некий штрих, которым мы пользуемся, шел, имел как бы некий ритм. Особенно вот, допустим, это внятно на цилиндре шеи. Цилиндр нарочито штрихуется по форме, чтобы показать его окружность. Так же и шея, так же и вообще все лицо, это шар, но немножко и цилиндр. Поэтому некий ритм штриха пусть будет. Ну, опять же, вариантов исполнения портрета может быть много. В данном случае мы говорим о таком академическом, прочтении, прочтении академического портрета. И умение, умное пользование веществом краски. Очень часто человек совершает вот эту ошибку. Ну, пишущий, не опытный художник, совершает вот эту ошибку. Кладет сюда равное вот этому по освещенности. Оно не равно. Вот почему. Вот у нас лоб. Вот у нас глазная палина щека. Это в профиль. Здесь нос. Вот глазное яблоко. Потом туда внутрь черепа уходит, да? Вот верхняя века. Вот нижняя века. Вот эта площадка подвержена притемненности вот этой надбродной дуги. То есть она своей теневой частью, ведь она ушла в тень источник света, отсюда смотрит. И вот этот теневый надбродный обязательно чуть-чуть притемняет вот эту площадочку. Поэтому равным ничему не притемненному месту, ничему не притемненному, она не может быть. А обычно она еще пигментно немножко темнее. Поэтому вот это место, вот видите тональность, темнее. Но вот эта тональность здесь будет уместна. Но она не равна вот этой. Эта ошибка очень частая. Очень частая. Там еще у нас слезничок есть? Ну да, слегка краснит. Значит, туда уходит вот эта вот линия глаза. А дальше свет делает на форме некоторых героев. Вот здесь чаще светло. Вот на этой площадочке светло. Обогнуло вот этот вот слезничок. И пошел свет вот по этой. Вот по этой поверхности. Нигде попало что-то там светлое. А вот по этой площадочке нижнего века. Нижнее веко от того, что оно не имеет длинных ресниц. У нее коротенькие ресницы, в отличие от этих длинных. И от того, что оно более светлой историей находится, не так темно выражено. То есть не равны вот эти теневые и вот это. Ну и, соответственно, вот этот светик идет вот по этой площадочке. У кого меньше, у кого больше выражены волосики вот здесь. Действительно, чуть-чуть. Чуть-чуть эти волосики. Самое активное место темного находится вот здесь. В силу того, что самые длинные ресницы здесь и темненький зрачок. Часто визуально выглядит это так. То есть вместе они не черным, а все еще коричневый с красным. Просто все меньше белил, все меньше желтил, все больше черного. Ну, коричневого не видите. Черного вообще не видите. А если светлые глаза? Вот сейчас мы доберемся до светлого. Даже светлые глаза, как правило, все-таки имеют некоторую темность по отношению к белкам. Эта темность должна быть хоть как-то выражена. Поэтому сначала идем через коричневый. А вот сейчас мы, допустим, имеем какой-нибудь бутылочный или серенький цвет глаз. Мы кладем этот серенький на коричневый. И у нас глаз сохраняет единство, зрачок, единство со всем остальным глазом, но при этом становится нужного цвета. Будь то серенького. И с фоном хорошо гармонирует, да? Вот, он дал, он часть этого целого. И представьте себе, если я сейчас положу, я могу положить, чтобы вы увидели, как дико будет звучать. Можно усилить. Можно усилить вот эту светлую. Можно усилить против блика, обычно на крупных поверхностях рефлексик. Если бы освещенность была с этой стороны, то рефлексик был бы здесь, а блик здесь. На вспышках очень часто блик находится вот здесь, в центре. Никогда так не делайте. На фотографиях со вспышкой блик находится в самом центре. Никогда не делайте его вот здесь, в центре. Всегда смещайте чуть выше, поскольку мы разумеваем, что источник света все-таки сверху. Поэтому вот этот источник света, он на верхнюю часть вот этой выпуклости зрачка попадает вот сюда. А сделай как с ошибкой. Как плохо, да? Да, там лучше запомниться. Ну вот представьте себе блик. Не, имею в виду, что еще с голубыми глазами, с дикостью. Ты знаешь, люди, как правило, когда делают самостоятельную работу, они именно так и делают. Поэтому они сразу вспомнят, когда у них будет эта пометка, они себя как-то минуту в рамки идут. Ну, это просто сейчас взять, потом бороться с этой проблемой. То есть, вроде бы, вещи не хитрые, но, как показывает практика, проблема серьезнейшая. Люди вообще не читают черты лица. Несмотря на то, что женщины целыми днями рассматривают свое лицо, они не помнят элементарные вещи. Ну, это не выпрямо, это просто о невнимании нехудожников к тому, что они видят. Бровочка очень любит быть выраженной, и, как правило, так и есть, именно в этом месте. Часто неопытный художник рисует чернющую линию вдоль всего. И в итоге она еще и заканчивается так же черно, вот так вдоль всего. Здесь все уже потише. А самое активное и самое заросшее место у брови, вот здесь. Ну, спасибо. Рано или поздно, конечно, и до лица придется добраться кистью. И продолжить высветлять уже кистью. Рекомендую пользоваться лежачей на холстке кистью. Спокойнее, без попытки мгновенно все решить. То есть иногда берем ее, как шариковую ручку, но чаще, чаще расштриховываем, распределяем красочкой. Вы видите, тем, что я немножечко доложил светика, начало появляться вот эта складочка. Но она при этом не агрессивна и не делает лицо старым, грубым или человеком. То есть чем больше я буду высветлять вокруг, а мы же идем на высветление, чем больше я буду высветлять, тем больше будет проявляться вот эта складочка. Тоже большая проблема даже для опытных художников. Слишком ее рано хотят выразить. И, как правило, делают утемнение, помните, я сделала чернявую линию, которая потом мешает приятности лица. Иногда даже эту можно еще раз слабым нажатием сбить. И там только маленький намек. И лицо получается такое прозрачное, как ягодка. По идее, можно же было бы вот так, да? Нос – это тоже цилиндр. Поэтому вот так. То есть метнуть красочку можно так, но потом совершить вот это. И вот такое молочное состояние. Вот даже вот это вот место можно периодически сбивать его напряжением. Очень многие делают ошибку, когда вот этот свет в ту же меру попадает сюда. Там уже властвуют теневые. Поэтому все, что здесь, тише, чем здесь. Да, чуть-чуть коричневатее. Но главное, чтобы темнее. Меру этого цвета, какого именно, должен быть там цвет, конечно, уже померят. Ну, вот смотрение, что туда уместнее. Коричневинка или розовинка. Еще одна мощнейшая ошибка, которую допускают, неопытная. Это делание вот этой линии очень жесткой. Ни в коем случае не надо ее делать жесткой. То есть она закругляется туда. И фактически ее не должно быть, почти не должно быть видно. Тогда вот даже такой полутон между этим светиком и этой теневой, как бы полутон. Форма окончательно закруглилась. Если здесь сделать жестко, сразу линцом выворачивается, как у Камбова. То же самое и жесткость линии воздействия. То есть должна быть плавнее, потому что форма тоже закруглилась и ушла под шею. Ну, под подбородочек. Чуть-чуть можно подсветить вот этим местом. Еще круглее и выпуклее стала глазная... Ну, белок, белок, да? Где-то какой-то намек на темность, как правило, есть у этого места. Очень часто губы никак не могут повернуть в три четверти. Очень часто происходит следующее. Люди делают вот так. То есть нос смотрит туда, а губы сюда. С этим бороться почти невозможно. Ну, выворачивает и все. Симметрично может, несимметрично не может. Сейчас делают так губки на шоу-мероприятиях, когда губы в сторону. Звучит? Ну, симпатично звучит, конечно. Но в портрете это, конечно, надо себя заставить. Просто заставить себя сделать здесь более длинную, а ту часть более короткую. Правда? Ну, просто заставить. Не видят, даже не видят, что они завернули. Причем у человека есть такое свойство. Он рисует, он мысленно уже завернул. Он уже завернул, смотрите, губы. Но мы-то не завернули, мы с каждым глядом смотрим. Для этого очень полезно, скажем, периодически брать лицо, там, допустим, зеркало, и посмотрел. Ага, губы завернулись. Или там, глаз уехал. Или направление, или глаза разъезжаются. То есть хорошо видно рисунок. Так мы его уже мысленно дорисовали. Мы вот смотрим, уже так уже посмотрелись на него. Мысленно дорисовали. Зеркало поворачиваешь, и все, у тебя свежий взгляд. И ты сразу видишь все основные ошибки. С глазами еще есть такая очень частая ошибка. Выглядит она примерно так. Обычно подходит к глазу так. Вот что-то такое. Хорошо, если они почти ровные относительно некой средней линии. Часто? Как ни странно. Я не знаю почему. Неопытный взгляд. Нижняя верха видит очень буш-буклы. А верхняя менее бух-буклы. Тоже мне эта загадка непонятна. Человек рисует-рисует. Рисует-рисует. И ты ему даже уже допустим поправишь. Он пока уточнел. Это проваливает. А это остается относительно средней линии. А это остается неактивной. Я не понимаю в чем загадка. Но помните, что очень часто это происходит с вами. Человеческий глаз относительно средней линии выглядит примерно вот так. Меньший прогиб снизу и смещен сюда, в эту часть. Больше выгиб вот здесь и смещено сюда. Это классический глаз. И нижняя века заходит подвижник получается тогда, да? Если так. Нижняя как против езжает подвижник. Что так правильно? А, и верхняя века как бы здесь наезжает. Ну, можно. Да, да, да. Здесь наезжает, а здесь они просто вот это колечко скрутились. Зрачок очень часто рисуют вот здесь. Неправда. Только у безумного взгляда. Зрачок там. Вот здесь вот что. Прилип к верхнему веку. То есть стоит запомнить, что это касается, это место касается верхнего века. Только вот безумный взгляда действительно. Иван Грозный убивает своего сына. Там вот зрачок аж вот здесь. Я имею в виду картинку. Верхнего века, еще одна ошибочка, видят, что темное. Но очень любят серую подкладку, то есть коричневый разбил. В итоге серое место вот здесь, вот эта плетенья, вот эта складка, она либо глаза подкрашена, либо вот такая вот грязнуха такая. То есть глаз грязненький. Поскольку там тоже тело, а еще в ноздрях тоже, это же проблема. Поскольку в ноздрях тело, а не черная дыра, то там краснит. И здесь тоже чуть-чуть краснит. Не берем коричневый в полную силу. Вот посмотрите, сейчас вводил в полную силу коричневую. Смотрится как дырка в холсте, правда? Мало того, она еще и зеленит. Чернота это зеленит. То есть серость такой зеленит. И конечно же, ну, дырка в холсте. Иногда вот эта штучка выглядит дыркой в холсте. Ну, как будто мы шилом сделали дырку, и вот она светится. Если есть это ощущение, надо уменьшить тональность либо светлого, либо темного. То есть темный может быть в полную силу. Но если он в контексте окружения выглядит дыркой в холсте, этого надо избежать. Так же, как и темность между губами. Бывает очень темно, а бывает не очень. Но уж, конечно же, не разрез в холсте. Хорошо? То есть вот некоторую меру соблюдать. Пусть все будет на чуть-чуть. На полтона. Покрыть надо уже, да? Да. Ну вот, я рекомендую подойти и ощупать пальцем, сколько здесь красок. Цвет лица. Это синий. А здесь представим себе, что не разбавитель, а масло. То есть мы практически вот такую же консистенцию краски делаете на палитре. И вносите сюда, в эту сухость, и сразу же должны войти в палитру лица. То есть у вас не вот такое. Не вот такое. По цвету совпадало. А чтобы оно совпадало по цвету. Вот видите, с первого раза я зашел. И то вот. Я вот сейчас уточняю. Вот близко. Еще мы под грязью красным. Еще ближе. Вот когда мы уже нашли, мы все наполнили. Наполнили личико. Причем в том числе и в теневых. Игорь, ну это в принципе связано с тем, что подсохшая краска немножко теряет цвет. Нет. Мы-то неправильно будем ощущать себя. Если нам нужно вещество краски, чтобы потом уточнять, усветлять, утемнять, где надо. То есть нам по-сухому нужно снова вещество краски. Если мы продолжаем разрабатывать. Если мы не успели доделать портрет за первый сеанс. А все-таки с таким портретом, как правило, приходится возиться два-три, а то и четыре сеанса. То мы сначала должны войти в палитру. Дать вещество красочке тоненький слой. Вот что называется рисировочный слой. Пальчичком. Нашли, нашли, нашли. Нашли, нашли, нашли. И даже когда мы вот такую уже тональность начнем загонять вот сюда, допустим, мы можем даже нахально все пятно наполнить вот этим тонким слоем краски. То есть оно станет немножко призрачным. То есть как бы вот таким станет. А потом прорисовывать. А потом опять прорисовывать. Но у нас есть вещество краски, с которым мы работаем. Потому что просто по-сухому выгонять по кусочкам эти вот лоскутки какие-то краски, оно не будет одно в другое вписываться. Начнется жесткость письма. Игорь, а если мы уже глаз закончили и не идем туда? То есть нет смысла... Но если мы глазиком довольны вполне, то, конечно, мы сюда подошли и туда не пошли. А на сколько можно отставлять? Насколько дней максимально? Насколько угодно. На 25 лет. Насколько угодно. 25 лет. Иногда, вот мы, допустим, рисовали-рисовали, и мы видим, ну не то, не похоже. А глаз уже замылился, мы можем, вот это не похоже, опять превратить в болванку, которую нужно разрабатывать. В болваночку. Вот в такую. Где все есть, где по размерам все хорошо, но по чертам лица никак. Потому что из этой мути будет легче искать лицо. То есть снова возвращаем в мутное состояние, но уже что-то есть. Поэтому, когда оно высохло, и мы немножко подложили краски, мы уже на что-то ориентируемся. Только уточняем. Китарий, скажите, пожалуйста, вы разбавителем пользуетесь только в начале работы? Ну, в первом сеансе, в общем-то, кроме разбавителя, ничего толком не нужно. А во втором сеансе можно задействовать не только масло, а вот это самое масло. Можно задействовать тройник. Одну часть разбавителя, или две части разбавителя, одну часть лака и одну часть масла. Или разбавитель и масло. Либо вот масло для таких делегатных работ. У портрета еще есть одна вещь, это волосы. И мы, конечно, сейчас немножко с волосами пообщаемся, чтобы как-то вы комментирулись. Если найдут какие-то интересные волосики, то, например. Потому что, конечно, вот эти кучерявости, это долгая история, то есть это надо будет посидеть. Но схема будет та же, что и в данном случае. В данном случае освещенность практически та же, только наоборот. То есть на свет, это та же схема освещенности, меньше света волосы. Но нас в данном случае заинтересовали волосы, чтобы быстренько показать идею укладки волос. Борозда краски дает идею множества волос. Сама борозда краски дает эту идею. Такое гладище, гладище состояние, прикосновение к волту. Гладище. Немножко лежит кисть вдоль. И гладище. Любовное такое. Потом у волосиков есть более светлые, более темные места. Допустим, источник света. Все вы, как мы знаем, соответственно, вот на этой выпуклости слегка волосы светлее. За счет желтого? За счет желтого иногда серебрятся волосы. Даже очень часто. То есть это может быть сиреневость. То есть, опять же, в тот же цвет можно вогнать сиреневость, потому что волосы часто вот так вот лоснятся таким серебром. И вот густота красочки сама дает ощущение множества волос. Вы видите, да? Прямо такая укладочка вкусненькая. Здесь, допустим, волосики загнулись на ту сторону и дали вот такую бороздочку вдоль. Вдоль. Пробожили. Часто еще более бликует самый вот эта вот выпуклость с самой обращенным к свету. То есть сначала целая, ну, допустим, это вот эта метка. Сначала у нас дуга волос, свет падает отсюда. Сначала светло вот такое пространство. То есть не всю длину, а вот это светло. А потом еще бликует самый обращенный, самый выпуклый момент по отношению к этому свету. Он еще больше не будет. И тоже можно вот этот еще больший брик. Меру краски кисти стараемся соблюдать, чтобы укладочка была. Иногда из кисти можно вынуть краску, прямо вынуть. Взять только на кончик. То есть такое их благородие краски. То есть не ком краски понести сюда и удивляться, почему не получается. А такое выдержали, сухо. Макнули чуть-чуть, испачкали чуть-чуть кисточку в этом замесе. И опять же вот этот гладящий, гладящий и укладочка и укладивали. Иногда приходится побороться с этим, чтобы добиться. Но схема такая. Иногда можно дождаться, когда высохнет. То есть вот мы первый сеанс уложили приблизительно. У нас везде вкусненько лежит барокраски. Где-то чуть темнее, где-то чуть светлее. И темноту введем. Вот если видно вам, что это именно с бороздой связано. То есть кисть дает вот эту укладку. Ну вот прямо очень видно множество волос. Вот. Здесь немножко уже разбито это. Может быть стоит второй слой не укладывать, а вернуть вот эту первую идею освещенности. А блик потом тоненькой кисточкой, по-сухому, совсем тоненький, раздать молнику блика, бликающих мест. Тоже часто забывают об этом. А как пробор потом сделать? Мы его оставляем каким цветом? Проборщик подогнали туда цвет тела и мигнули там цветом тела уходящими, растворяющимися. То есть светики подогнали, подогнали. То есть понятно, что у нас здесь волосики. И вот там останется и проборчик. Очень часто забывают о том, ну, новичок часто забывает о том, что волосы вот если легли, то вот сверху на отсюда, то, конечно же, они отбросили небольшую теневую. Теневую вот такого же характера. Чуть-чуть смуглее. Практически везде, где волосы прошлись, они отбросили легкую тень. Иногда волосы коснулись, допустим, щеки, и вот в этом месте меньше тень, потому что они прямо коснулись щеки. А здесь они уже отошли от щеки и отбросили большую тень. Это, конечно, очень хорошо видно всегда на натуре. Ну и сейчас, кто видит пространство, кто понимает, о чем речь, то имейте в виду, не забывайте про теневые вот эти вот волосы. Потому что иногда волосы кажутся париком или, ну как бы, вырезанными... Кажется, вырезанностью... То есть, если бы бумажку положить другого цвета, положить на написанный холст, то будет внятно вырезан край. То есть, вот это единство сохраняем, в том числе, с помощью этих тенечек. Игорь Михайлович, скажите, законовое отношение шеи к лицу. А шея чуть-чуть темнее будет? Всегда шеечка чуть-чуть темнее. Хотя шея не так подвержена загару, по идее, она светлеет. Но поскольку подбородок затеняет ее, то вот эта теневая, она дает темность и вот всему этому месту. А приблизительно цвет как огоньной спалины или же светлее? Ну, вообще, если так... Цвет шеи? Да. Цвет шеи подразумевает более холодный. То есть, вот эта вот белость шеи не загорелась. Не загорелась. Она холодновато. То есть, добавление, но это получается то же самое... Ну, вот опять же, из панового пятна добрали и она у нас чуть-чуть холоднее. Ну, в данном случае, отперебор сделан. И, говоря, из панового пятна, у нас будет других цветов? Например, больше красный или голубой? Конечно, тогда и рефлексы будут больше красными. То есть, тогда именно на сочетание на кожу добавлять именно больше красноты, да? Да, вот именно... Она сама у нас останется. Мы же вынули из этого красного вот это облако. Облако головы, шеечки. И оно хочешь, не хочешь, там в любом случае появится. Это краснота. Причешем девочку. Тоже, видите, тряпочкой. Тоже акварельные мотивы. А скажите, пожалуйста, после окончания написания лиц Саши, ну, вообще фигуры, мы добавляем к фону? Требуется иногда добавка? Если мы вкусненько его набрали в первый раз, то, конечно, его надо беречь. То есть, любой удачный момент нужно беречь в картине, приумножать его за счет соседей. А переписывать... Очень дурное дело. То есть, пусть лучше он... Вот везде, где мы можем продемонстрировать легкость письма. Легкость, что нам это легко досталось. Надо обязательно это показывать. То есть, если у нас есть возможность мастихином где-то сделать красивый жест, сделать этот жест. Хотя можно было бы кистью делегатника вырезать. Нет. Вот здесь, допустим, кусок одежды можно жестом сделать. Черканует такую... Какую-то кляксу краски дать. Стоит дать. Ну, конечно, не в такой живописи, где все очень делегатно. Также и с половым пятном. Незачем переписывать. Вот эта вот идея переписывания, когда ты приходишь на второй сеанс в картине и начинаешь переписывать. Очень дурная манера. Ею болеют очень много людей. С этим надо бороться в себе обязательно. Надо научиться дописывать, а не переписывать. И это буквально себя заставлять. Для того, чтобы это свершалось, чтобы не хотелось дописывать. Особенно для новичков. Проблема дописывания картины в следующих сеансах – это очень серьезная проблема. Поэтому рекомендую в первом сеансе делать максимум. Не застревать на вещах, которые нужно выписывать. То есть, допустим, глаза нужно выписать, но если губки нужно выписать, не застревать на них. Максимум сделать всего, окружить лицо, то есть, несмотря на то, что и лицо набрать, но окружить лицо так, чтобы все осталось уже до последнего момента именно так. Потому что вы не умеете дописывать и не знаете причуд в дописываниях. Поэтому не сталкивайтесь с этой проблемой. Обходите ее. Даже выпускники институтов часто не умеют дописывать картины. Сделать картину готовой – это большая проблема для многих. Даже для выпускников институтов институтов, у них знаний пруд пруди. Разными векторами можно прийти к одному и тому же результату, и они теряются, они начинают переписывать, переписывать, а до дописывания так и не доходит. А иногда даже просто не знают, как дописать вещь, как ее дось сделать. Вот, кстати, на наших уроках это один из главных пунктов, которых мы достигаем. Мы не учимся принципиально, не учимся рисовать, мы учимся делать картину, делать готовый продукт. А учимся по дороге, нам еще довольно долго идти, мы по дороге подбираем уже знания такого рода, такого, такого. То есть научиться сделать картину, начать и закончить, большущая проблема. Ну, когда мы копируем, немножко легче, мы видим, куда двигаться. А когда мы делаем что-то самостоятельное, где нет внятного финала, то часто, конечно, мы начинаем буксовать. Но переделка картины категорически. Хорошо, мы фон сделали, но если где-то нам надо как вот что-то подчеркнуть более, вот как в пионах, например, вы рисовали, рисовали более темный пион, и вы взяли свет, добавили с одной стороны по фону, и это как он еще больше вышел. То есть это можно, например, имеется в том, это же не переписывание, если одно пятно где-то наоборот... Если ты уверена, что этим ты пятном добьешься такого... то, конечно, стоит его сделать. Конечно, совсем себя в этом смысле обрезать не стоит. Но помнить прямо... Ну, где-то вот даже эти вещи надо записывать, потому что мы, когда приходим к картине, начинаем гулять, сознание наше начинает. Мы там что-то увидели, там что-то увидели, где, может, уже все хорошо, и не надо больше ничего. А мы все увидели и увидели. Да, будьте так любезны, а можно вас попросить, ну-ка, даже буквально будем заканчивать, буквально три минуты схематично мастихином на том холсте набросать, ну, просто вот, вот человеческую голову, без вырисовки, просто вот так, мастихин, вот руки взять, и краски покажать, вот показать нам, вот как... я бы мог показать идею вот тех, тех картиночек, вот, когда мастихином можно... Ну, давайте сейчас все действительно покажем. Можно я на минутку? Не буду никого задавать, я хотела объяснить. А, ну давай. Можно? Оттуда. Можно оттуда. Оттуда. Не очень. Спасибо. Сейчас я слушаю. Слушай, мне не страшно. А вы бы сюда добавили какой-то блик, рефлекс большой, вы бы добавили сюда, на плечо, да? Вот если бы на заканчивание. Нет, ну сюда, конечно, светики, ну, все по схеме, то есть кодируют. И гусинки, и вот эти вот вещи, все это можно, конечно, порисовать. То есть по тренироваться, те же гусинки, конечно, порисовать. А там более деятельности. Ой, а можно ее поставить, чтобы посмотреть? Либо-мот. Значит, одно из, еще раз, кто еще, до кого еще вот не дошло, держимся вот этих мутностей. Такое облачко, такая недосказанность, держимся ее до последнего. Вот в чертах лица. Лучше пусть оно будет недопохоже. Это скорее тот человек, чем тот человек. Но это вы можете. Чем это вообще не тот человек. Да, чем это вообще не тот человек. Но это вы можете. А иногда вот дальше зайти вы не сможете. Но это же красиво. Так? Мягкость сохранилась и даже не требуется дописывать. Поставьте жесткий рисунок, точнейший академический рисунок, мастерам большого класса. Иногда это вкуснее, чаще вкуснее. Чисто конкретное лицо, в общем-то, нужно только конкретному лицу. А здесь вот сколько из вас может узнать себя. Правда? Правда. Ну, действительно, прикольная задачка. Да, ну, немножечко так, чисто сильно. Ага. Не задерживаются. Ну, как всегда. Вообще, стоит, стоит вот так вот поступать. Метнуть сначала, и, чтобы плечо разударивать, ну, чтобы как-то вот оно заработало. не стоит начинать дирекать, сильно-сильно там, и уж тем более какие-то рисуночки. Потом все это внутри можно рисовать. С тем же успехом. Ну, не краску, что нам жалко, сколько 3 доллара на краску. Сейчас больше жильности, потому что все уже нет. Нет, я просто, чтобы ускорить процесс. А, динамика была, потому что так, пока наберешь, ведь можно более грязко, более сухо, набрать, набрать, набрать. У нас же задача, чтобы это было весело, интересно. Первый слой, конечно, мы наберем, набрать, достаточно тонкий, жидкий, но он такой, чтобы, когда мы красочку будем укладывать, чтобы ей было во что входить, чтобы ей не было вот так сухо. Сухо, чтобы ее так вот не было. Пусть случилась такая с якоть, с якоть, с якотью. И вот у нас, допустим, такая вот мордашка. Сейчас я коричневый подрублю. разводы делали на масле. Нет, но растворитель, не растворитель. Растворитель, не растворитель. Это разная вещь? Это фемия? Один растворяет, вода растворяет. Он же и растворит. Он же и растворит. Ну просто, в данном случае он выступает как разводитель. Ну, как вода. Она же разбавитель, скорее, да? Ну, неважно. Ну, например, мы видим внятно темный угол. Сразу можно взять его и отсечь. Просто, чтобы даже не участвовал уже в рисунке. Тем не менее, он нам уже с этой стороны, с левой, примерно очертил. Сейчас немножко влажна вода, поэтому будут проблемы с укладкой. То есть, когда у нас есть время, когда она успевает, вот этот разводитель испарится, впитаться в холст, немножко появляется вязкость. То есть, вот эта слякотность некоторое время будет мешать. Ну, не настолько, чтобы прямо расстраиваться. Тоже с этой стороны. Это принципиальные вещи. Мы видим две вот эти полосы, которые очерчивают личико. Намек на плечо. Если плечо потом окажется высоко или низко, подвинем его. Вы видите, у мастихина есть возможность вот так штриховать. Этой возможностью рекомендую пользоваться. Очень хорошая возможность. Не только спотливать, но и штриховать. Часто вот так смотришь. Вот раньше, когда я мастихином не пользовался, у меня полка поперёд. Потому что один из моих педагогов сказал, что если художник взял мастихин в руки, то значит ему больше нечего сказать. Ну и вот с этим гвоздем в голове я прожил лет 15. Сожалею. Вот такие гвозди тоже к себе не буду приобретать. Художники лукавые народы. Чтобы выгородить свои какие-то невозможности, он что-то хулик. То есть вот это штрихование наш друг. Ну вот, казалось бы, с чего рисунок начать? Ну конечно, лицо разделено почти пополам. Разделено на тень и свет. Внятно разделено, и мы сразу выбираем. Линия подбородка, тоже темна. Чуть тёмен мотив глаза. Амбразурка глаза. Не надо сразу рисовать весь глаз. Сначала мы видим внятное тёмное пятно. А потом уже подробности. Где-то теневая под носиком. Она малоразличима, но она тем не менее есть. Надо помнить о том, что теневая под носом одно из серьёзных участников рисунка. И не линия носа чаще, а именно теневая под носом один из главных участников рисунка лица. Губочка верхняя. Два червячка, да? Интересная композиция. Не смотря на то, что голова срезана, да? Она смотрится липчатый, вид снизу голова, да? Ну, это модные сейчас композиционные трюки. Пользуемся, конечно, ими. Кто-то их изобретает, эти обрезанности. Ну, хорошо. А мы пользуемся. Ну, где-то на мячик. Одну бровочку, другую. На Иисуса Христа похож. Сейчас. Ну, пока мы чаем. Ну, вот опять же, иногда человек делает что-то другое. Он другое делся. Он делает вот этот портрет. Вот вы сейчас говорите, похож на Иисуса Христа. А потом вдруг оказывается, что в этом образе больше узнаётся. Ну, и довели до того состояния. То есть, может быть, в сторону образа Иисуса Христа, допустим, продолжить эту картину. То есть, польский процесс, он... А у нас были, да? Рисовали девушку, получился Пушкин. Да. А у меня одна рисовала своего брата в виде демона, проблевского демона сидящего. Ну, не... Ну, как? Он там же красиво сидит. Красиво. Ну, когда своего брата хотелось сделать ему подарок. Получился Майкл Джесс. Получился как раз ту неделю, когда он умер. И мы поняли, что это буквально эпитафия для этого случая. Получилась очень интересная картина. А, влага ещё. Ну, сейчас можно туда перемолоть. Это уложу. И вот густенькими назочечками. Теперь, когда мы свет, тень, да, раскидали, густенькими назочечками, навязываем вот эту лепку устраиваем. Буквально, работу скульптора ведём. Но к этим мазкам мы уже не будем возвращаться, в которые вы только что положили. Нет, может, ещё будем. И не раз. Ну, вот здесь у меня просится уже подвинуть подбородок. Вот я его с чистой совестью подвигаю. Подбородок у меня уйдёт сюда куда-то. А сейчас ты делькастр. Тоже некоторый ритм мазочков. Помните, как на носике? Казалось бы, нос можно было бы в высоту, но я штриховал в ширину, как бы по цилиндру. Нос это тоже цилиндр. Также здесь ритм вот этих вот штришочков по цилиндру тоже продолжаем. То есть это важный элемент, вот эти ритмы, которые делька, и округлость. Интересно, а можешь попробовать один и тот же портрет разных техник. Конечно. То есть, взять классическую копию, попробовать взять Мастихина, да? Да, взять классический портрет, перевести на язык Мастихина. И, кстати, это уже творческая копия, которая вполне котируется как самостоятельное произведение. То есть это уже не плагиат вообще. Её можно подписывать имени смелого. Если мы вообще даже акварит переводим на язык Масла, допустим, вот переводим на язык Масла, акварит, это уже право подписаться даёт. Просто хотя бы потому, что мы сделали творческий акт перевода. Игорь, то есть вы говорите, что если работа написана Мастом художником, а я написала Мастихином, то уже работаю. Это уже она действительно... если он сделала такие актистики Мастихином, ты уже прочла другим языком живописи и имеешь полное право считать это авторское. Это уже смежное право. Ну почему? Композитор требует... Вот скажем, вот здесь, может быть, даже оставим вот эту голубизну. Вот напряжение света дадим сюда, а там сохраним некую тишину. И тоже будет красиво, правда? Причем сочетание густых и вот этой акварильности это красиво. Мне тоже интересно. Ну, даже ребенок способен положить вот такого рода мазочки. Поэтому есть живопись, которая настолько удобна в исполнении, а звучит настолько убедительно, что нам боятся. Просто нечего. Мне кажется, мы с тихинами так сложнее лиц. Сложнее? Чем пальчиками, да. А, сложнее, чем пальчиками. Точность попадания и цвета. А зачем здесь точность? Ну, все равно, надо же туда попасть. Потому что коллеги мои по-моему, с этими точками можно скрыть, точками сделать. Какой нельзя. Ну, тоже наверное, тежную кем противен еще вот буду веще. Причем вы понимаете, что в такой живописи попасть мазок, мазок практически невозможно, поэтому мы автоматически идем на авторское произведение. Тем более, что мы уже где-то изменили, здесь у нас теневая, здесь у нас... Это могут быть два человека на этом формате, одна такая, другая такая. То есть часто у дедов в школах очень часто стоит вопрос, а ты срисовывала? Живопись — это одно сплошное срисовывание. С натуры. К разному, как минимум, подорогает речи. Сойти. С ума, сойти. Ну фэнтези, там коник. Все равно же коня рисуешь. Или лошадь. Смасарова. То есть я сейчас, собственно, что хочу показать, что технология очень удобная. Нет, она не та же, конечно, она не та же. Но она очень удобная для исполнения, новоначальная. Не, ну свет, тень все те же. Не, ну свет, тень тоже, мы оставим в блик. Прикольно. Человек может ошибиться, быть неточным в теневой и на световой. Но иногда эти неточности звучат, красиво звучат. И вдруг окажется, что вот опытный, это же бы сделал не красный, ну или слишком обыкновенно. А вот эти неточности новичка могут оказаться очень звучными и красивыми. Поэтому совсем не значит, что если мы... Главное взять хорошую идею исполнения. Ну вот язык, язык живописи, удобный для себя, понятный для себя. А сколько, пожалуйста, на губы мазок именно вот такой надо ставить, как идет мышца? Желательность. Вот. Желательность вот этим меридианчиком, который там существует. Иногда ждем удачи. Вот смотришь, что мазок один раз не получился, второй раз не получился. Так, чтобы кончик носика, допустим, зазвучал. Топчем это место, пока не зазвучит. Мозаика вообще обобщается, конечно, до невероятности. Если вы знаете эти мозаичные изображения в церквях, особенно византийского периода, то есть они же настолько условны, но тем не менее степень выразительности колоссальная. Поэтому идея мозаики, тем более, что это мозочная идея, очень полезная идея, рекомендую, как форму самообразования, настолько она удобна. Образительность очень высокая. Густая краска обычно вынуждает это делать, вынуждает зрителя уважать такую картину, которая сделана густой краской. Мы сейчас как-то балдеем от краски, мы тащимся от того, что рука человека позволила себе такое количество краски нагрузить. Возбуждает она нас. Что, не получается буря, мглую, не об крови? Вот, я могу сказать, а еще такое похожее, придумать не могу. Вы не выбираете этот портрет. Такой замечательный, просто жарко. Надо его потом использовать, просто чипно. Тренировочный. Я просто живой, вот смотрю на нас. Хотя, собственно, к чему-то смотреть, да? Тем не менее, она так выкорочилась на меня, что я в нее полила. Да. Класс. Следующий семинар, наверное, я начинал 18-го, не так, одежда. А какие мы все-таки импрессионизм или море? Нет, импрессионизм будет в Москве, а там что-то будет. О, может с морским пейзажем? Ну, я уже не буду так долго его там, да. Ну, соли. Да, все понятно. Если хотите, сами попробуйте маночкой поставить, вообще будет. Мы, в принципе, закончили, да? Да. Спасибо. Спасибо за позвоночник. Спасибо.